Исламский город Каир Кто не был в Каире, тот не видел мир Его земля подобна золоту Нил чудо из чудес Его женщины черноокие красавицы Его дома дворцы А воздух мягкий и сладко пахнет алоэ Именно Каир является матерью всего мира Так описан город в сказках «Тысяча и одна ночь» Каир всегда пробуждал фантазии рассказчиков Его чары усиливали слагаемые о нем многочисленные легенды Рынок Хан-эль-Халили Лишь отчасти оправдывает эти романтические ожидания Торговцы уже давно ориентируются на туристов Но здесь по-прежнему царит атмосфера рынка Востока Почти такая же, как 600 лет назад, когда в Каире находилось более 30 торговых площадей Рядом с городскими воротами Баб-эль-Футух Располагались ряды мясников и торгующих семенами Недалеко от них раскладывали свой товар продавцы пряностей Возле городских ворот кипит торговля чесноком Во всем Каире не найдется ни одного чесночного клубня, который не был бы проконтролирован торговцами Баб-эль-Футуха Торговля пряностями сделала Каир богатым Легенда рассказывает о божественном происхождении этого товара Пряности упали с неба на деревья, которые подхватили воды Нила и перенесли в Египет Так прямо из рук Аллаха благородный продукт попал на земной Каирский базар На месте будущей мечети Ибн-Тулун, если верить легенде, каждую ночь собиралась семья пророка Здесь обсуждались государственные дела Египта И было принято решение управлять страной, как велит голос Всевышнего Возможно, в IX веке священный глаз призвал халифа Тулуна к активной строительной деятельности Ибн-Тулун, правитель Египта, построил мечеть, более похожую на крепость, чем на храм Она была настолько большой, что могла вместить всех жителей близлежащего города для исполнения совместной молитвы Стиль внутреннего двора мечети Ибн-Тулун заимствовал из своего родного города Самары в Месопотамии Где сегодня находится Ирак В храме полностью отсутствуют изображения людей и животных Создавать образы живых существ – исключительные права Аллаха Поэтому художники ограничились растительными мотивами Они украсили аркады изящным резным орнаментом и куфическими письменами из Корана Зубчатые завершения стен мечети создают впечатление единства всего ансамбля Точно так же вера в Аллаха объединяет всех мусульман А вон там, где-то на востоке, находится Багдад Оттуда в Каир в 870 году прибыл Ибн-Тулун Из Багдада Египтом управляли прямые потомки Мухаммеда – аббасиды Строго следуя законам Корана Коран требует, чтобы женщины, выходя из дома, прятали свои лица, чтобы не вводить мужчин в искушение В домах богатые женщины прячутся за мошарабиями – резными решетками на окнах Из этих искусно украшенных эркеров они могут тайком наблюдать за происходящим на улице Бабль-Футух – одни из 60 городских ворот, которые были сооружены спустя сто лет после основания Каира Город нуждался в крепких стенах, чтобы защитить Эмира от бунтовщиков Недремлющим городом, называли Каир в те давние времена Без специального разрешения ни одна телега или повозка не могли пересечь городские ворота Наверху можно обнаружить следы еще более дальнего прошлого Для сооружения массивных башен и толстых стен использовали камни гробниц древних египтян 14-е столетие является золотым веком Каира Во время правления мамлюков купцы были очень богаты, а казна Эмира полные Торговые площади наводнили предметы роскоши Но затем город постепенно стал приходить в упадок Усилился произвол и участились беспорядки В правлении мамлюков Эмиров предательски убивали одного за другим Каждый из убиенных правителей при жизни успел построить мечеть В период с 1320 по 1360 годы было основано 14 храмов Так представители власти стремились оставить о себе память Мечеть Эмира Хасана самая большая Это типичное сооружение времен мамлюкского правления В 1391 году одна из соперничающих сторон мамлюков превратила храм в крепость Чтобы оттуда действовать наиболее решительно По легенде Эмир, завершив ее строительство, отрубил архитектору руку Дабы он никогда больше не соорудил что-либо подобное В середине двора находится фонтан для омовения Большинство мечетей во времена правления мамлюков строились по принципу так называемых четырех айванов Когда внутренний квадратный дворик окружали четыре расположенные крестом открытые залы В мусульманском храме находилась школа или медресе В айванах или вокруг фонтана для омовения собирались ученики И обсуждали со своими учителями четыре правоверных толка ислама Сегодня гигантские залы предназначены не только для молитв Сотни цепей свисают с потолков К ним прикреплены эмалированные светильники, наполненные маслом В главном айване, высотой в сорок метров, сохранилась необычайно большая мраморная молитвенная трибуна Над михрабом увековечены суры из Корана Куфические письмена вырезаны в гипсе и помещены на растительном орнаменте Сам эмир Хасан так и не увидел великолепия и красоту своей мечети Он был убит в 1361 году до завершения ее строительства Как и Хасан, другие убиенные мамлюкские правители Соорудили перед своей смертью великолепные мавзолеи в городе мертвых Хош-аль-Паша – семейная усыпальница Паши Мухаммеда Али Одна из самых роскошных Здесь, если верить молве, покоятся жертвы одного политического убийства Мухаммед Али пригласил самых знатных людей Каира на пир Чтобы убрать с пути неугодных феодалов, он хладнокровно убил их сразу после трапезы А позже похоронил в своем собственном фамильном склепе Город мертвых в Каире с его куполами и минаретами уникален в исламском мире Он является ценным египетским наследием, основанным на древнеегипетских погребальных традициях Которые сохранились и в наши дни Большие и маленькие, новые и старые мечети находятся в исламском Каире Пять раз в день в них проходит служба Город мертвых в Каире Когда арабский путешественник и ученый Ибн Халдун посетил в 14 веке египетскую столицу Она показалась ему непохожей на другие города Он назвал Каир священным городом ислама, садом универсума, метрополией мира Или, как говорится в одной из сказок книги «Тысяча и одна ночь» Кто не был в Каире, тот не видел мир Режиссер Вольфрам Гиза Оператор Эберхард Шой Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура